Да, у ребенка одета задумно перед копочкой. Боря, ну сядьте, как вы сидели паровозиком. Глебушка, садись паровозиком, садись паровозиком за Борей. Неинтересно, скажи. Боря, сейчас на футбол пойдешь? Да. С папой? С папой? Мамой. Мама дома останется. Стоим с Глебом, доедаем. Остатки. Это был рис с фасолью. Рис, я ему не даю, потому что у нас Глеб трогладит, все время что-то ест. Чего его кидает на пол? Он же кидает на пол. Он часть вырос, и на бобки смотрит. Значит, наелся. А вторую чуть кину. Ой, у меня уже нет силы-то есть, надо доедать. А он фасольку любит. Может, сидеть в ветроге, если ты хочешь. В общем, да, Глеб у нас трогладит, все время ест. Мне кажется, он может ездить 24 часа в сутки. Не дай нас. Не знаю, говорил, нет, у нас уже суббота. Я вот сейчас хочу привести себя в порядок. Мои все на футболе. Ну, Глеб только со мной дома. Вот, что-то у меня эти желтые штуки остались. И, в общем, хочу показать вам макияж. Не макияж, а то, что я буду сегодня использовать. Глебка там стоит в уголочке. Спускайся. Это я всегда готовлю сразу салфетку, потому что наношу этот бибикрем руками. Ну, чего ты? Потому что наношу всегда этот бибикрем рукой, и чтобы потом, ну, они у меня грязные остаются, я сразу вытираю. В общем, я буду использовать этот бибикрем. Здесь у меня стоит моя косметичка. Я беру ее в зал. То есть, как бы, это у меня такой постоянный мой go to make. Дальше здесь вот у меня есть два сэмпла. Это, кажется, это RMS Beauty. Ну, честно говоря, я забыла. Мне подружка отдала их. Я забыла, какую фирму. Я у нее просила. Если тебе кажется, это RMS Beauty. Это, в общем, их хайлайтер самый известный. И, по-моему, самый известный. Если это... Если это... Короче, какая-то фирма органическая, наверное, вот так, у которой известный самый хайлайтер и консилер. Вот, в общем, они у меня есть. Пользуюсь. Оба-оба очень сильно нравятся. Также новый у меня карандаш для бровей. Вот этот вот Брау-Виз от Анастасии Беверли-Хиллс в оттенке Тауп. У него очень классная щеточка. Щеточка не с этой стороны. Вот она. Казалось бы, да? Щеточка, она и в Африке щеточка. Нифига. Есть разница. Мне понравилась эта щеточка. Брау-драма я эту всю доложу. Пользуюсь только вот этой кисточкой. Ой. И вот этой для... Ну, вот этот бронзер Герлен я наношу. Ну, как видите, еще у меня минимум всего. Тушь моя, завивалка. И вот эти вот тени. По-разному использую. Но конкретно сегодня буду делать синий... Синий глаз, так сказать. Вот. Нравятся мне эти тени от Pacific. Очень могу посоветовать каждому. Ну и все. И, наверное, в заключение еще нанесу на тело вот этот вот Хани Бронз. Слушайте, девчонки, мне он очень нравится. Прям супер на лето. Супер вещь. Такая вы сразу такая. Вся ухоженная женщина. Вот. Но это когда уж я буду одеваться. Вот. А пока как-то так. Сейчас накрашусь и покажу вам, какой у меня макияж получится. Вот. Пока, господи, такая страшная. Ужас. Ну и Глебка там у меня. Ну вот. Зацените мой макияж. Что-то как-то у меня волосы не лежат. В общем, что я сделала, давайте я вам расскажу. Я вот этот цвет положила в уголочек глаза внутренний. Этот на основное веко. Немножечко растушевала вот этим, но не сильно. Потом вот эти два смешала и положила их на нижний веко. Вот я. Вот она я. Получилось как-то так. Ну, честно говоря, мне не очень нравится, как я выгляжу на видео. Я выгляжу очень бледной почему-то на вашем видео. Ну, на камере. Я такая все-таки подзагорелий. И мне кажется, что это еще эти синие глаза. Они, конечно, так выделяют. В принципе, это все. В общем, балетка классная, девочки. Присмотритесь к Pacific, у кого есть доступ к этой косметике. У них, по-моему, есть еще одна такая немножко в нюдовых цветах. Я, может быть, ее потом со временем тоже приобрету. Из духов. Я, наверное, сегодня набрызгаю вот этими Jo Malone. Надоел мне этот запах страшный, на самом деле. То есть уже прям реально надоел. Но там осталось, мне кажется, вот сегодня как раз добрызгать и выпусить. В принципе, я на это так и сделаю. В принципе, все. Да, поедем по делам. Кто не видел, кстати, в Инстаграме я укладывала. Сделали мы себе такую, как сказать, фотосессию в будке на Mother's Day. Вот. Прикольно. Прикольно получилось. В общем, ладно, пошла. Я, наверное, сейчас... Да. Ну, сегодня у нас есть какие-то дела. Плюс мы сегодня еще пойдем в гости к нашим родственникам. Поэтому я не знаю насчет того... Господи, что-то мне здесь глиб. Парбарку отновил. Вот. Поэтому я не знаю насчет того, что я буду сегодня снимать. Может, у меня ничего не получится снять. Но надеюсь, что-нибудь для вас интересненько заснять все-таки. Чтобы был поинтереснее влог. Правильно? Так. Мы в машинке. Наконец-то вы. Я зачем-то с тобой носки. Непонятно. Ну, в гостях. В гостях. В общем, короче, у нас интересное дело намечается. Мы будем в Яме Маркет поедем. Сейчас, собственно, туда едем. Это такой русский магазин. Причем мы едем в Яме Маркет. Их два в городе. Тот, который в русском районе еще находится. Ну, короче, старый. И там говорят, прям, если ты скучаешь по родине, нужно туда поехать, так сказать, немножко окунуться во все это. И сразу тебе будет счастье. Поэтому, если там будет реально что-то интересное заснять, мы заснимем. Вот. Да. Так что покажем вам. Борь там с ружьем. И он, это наша охрана по себе. Охрана. Да, Борюсь. Я родилась, что мы с ним с ним. А мы пока едем у нас тут. Нам ехать. Ехать нам. А нам ехать 20 минут всего. В общем, скоро будем уже. Сейчас вам покажу. Смотрите. Тройка магазин. Gifts from Russia. Где-то мы что-то еще видели, какое-то название, да? А, подарки. Упс, 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 упс. Само вот сюда объеме Маркет. Вон он. Сырки. Мороженое. Я взяла, короче, так как мы едем в гости. Рыбы. Разные. Кексики и пирожки. Да. Мы едем в районе по улице Финч, да? Здесь такой... Вообще, это район Норд-Йорк, если я не ошибаюсь. И он считается, в общем-то, живет много русских. Ну, во всяком случае, на Финч, вообще трэш. Просто. Идет какой-то черный в бабочке, в галстуке, в смокинге вообще. Где-то в районе какой-то заправки. Дальше стоит на остановке, стоит какой-то китайец, ковыряется прям в зубах. Вообще, короче, трэш. Ну, Финч, по-моему, еще не лучше улица. Поэтому, то есть, то черные, а то китайцы, то наши. По-моему, мы сейчас подъезжаем, которые искали, как вы идете. Не, не сюда. Мы не здесь были. Мы более 400-й с Янгом. Эээ, 401-й с Янгом. Похоже был район. Мы в Норд-Йорке вообще-то ничего не искали. Вот. В общем, такой райончик тут еще. В Яме Маркете я ничего особо не снимала, потому что там такой маленький вещь, что мне как-то было очень удобно там снимать. Плюс еще была с Борей. Ну, вот. Поэтому вот сняла вот вам два отрывка, и все. Больше ничего там. Ну, ничего особенного. На самом деле, ну, на мой слов, приятно, что везде говорят сразу по-русски. Вот. Но есть вот этот стереотип нашей продавщицы розовые губы и зеленые глаза. Это есть. Я такое одно видела. Вот. А мы вот тут, о, самолете, смотрите. Там дальше. Вот этот аэропорт. Я вот тут перекусила. Миндалю. Сейчас я советую. Это продается в Доллараме, по-моему, 2 доллара, 3 доллара. Короче, сколько-то там долларов, но не больше, 4. И это вот просто именно миндаль, только миндаль. Он состоит из обычного миндаля сырого. Говорит нам, что-то. Так, все едем. Дальше по своим делам. Потом пусть-то. Морис, где-то на мойку. Ты хочешь закрыть? Можно. Чтобы не было закрыто. Ну, я надеюсь. А-а-а, смешно. Морис, где-то на мойке. Да. Ну, я надеюсь. А-а-а. Не-зовет. Ты-то? А-а-а. 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 Хорошо, что все такие мягкие штуки, они до них тут скребутся. Сейчас поласкиваем нас. Сейчас поласкиваем. Сейчас сушить фленом. Мы уже приехали в гости, на этом я закончу пока что съемку сегодняшнего дня, ну на данном этапе, и просто хотела вам показать, вот видите магазин LCBO. В Канаде нельзя покупать, нельзя продавать алкоголь в любых магазинах, ну как у нас там, в любом продуктовом. Здесь ты можешь купить в специальном только магазине, здесь монополия абсолютная. Вот есть магазин LCBO в Онтарио, другие провинции по-другому они называются, и еще есть Beer Store, где продают только пиво. вот так вот. И в этом, в Клубеке с этим проще, там по-моему везде продают. Ну Клубек вообще это отдельная провинция. А вот на, ну в смысле отдельно со своими законами, там у них все по-своему. А здесь вот только так, да, и работают они и так, чтобы шибко допоздна. Такая вот минутка, есть какая-то, господи, минутка знаний на моем канале. Сидят, а тут у нас вкус сирени. У нас сегодня уже воскресенье, всем привет. Час десять. Мы приехали на озеро, а ты будешь меня снимать? Мы приехали на озеро, купили еды и хотим поесть. Ищем скамейку, но это оказалось проблемным. Это место мы все время снимаем, это мы здесь часто гуляем. Вот скамейка. Где? Ну это вроде как рассловно, что в картине. А, нет, это лучше, да, пойдем туда. Сейчас будем кушать. Нашел он. Ой. Печеньки, которые мы очень любим. Здесь пицца. Вегетарианские роллы и роллы с огурцом для борьбы. Сейчас будем кушать. У тебя еще сок. Глеб спит. Там гусь или лебедь? Лебедь. Ну так, Глеб спит, надо успеть перекусить по-быстрому. Сюда стоитrieben. На самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Прикольно. Мы уже домой идем.